Приветствую, друзья! На библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Как правильно принимать решения в трудных ситуациях? Не сразу приходит эта опытность, и что не шаг бывает у молодого воина, как говорят в армии, то несчастье, что не салага, то несчастье. Пока мы по жизни научимся, узнаем по-настоящему службу жизненную немало, бывает, приходится набить шишек, и какое бы вы литературное произведение не открыли про юность, увидите вы неизбежное появление огромного количества ошибок. Так что нет в выборе молодых еще основательности, нет опыта, который помог бы избежать ловушек, неизбежно многочисленных в этой мире. Возьмем ли мы Петра Гринева, который едва оказывается в трактире без своего домашнего попечителя, тотчас проигрывает 100 рублей аферисту в бильярд, чуть за ним принятие решений, ехать ли дальше или послушать советы опытных, и не рисковать своим здоровьем, а то и жизнью, оказавшись среди бурана. Во всем свойственно неопытности принимать неправильные решения. Таким образом, очень важно для победоносных решений быть очень скромным и принимать эти решения с осторожностью, понимая, что жизнь богаче наших представлений о ней, даже тогда, когда мы с ней уже основательно познакомились. И враг хитер, и никогда не дремлет в изобретении пакостей для нас дух тьмы, и при этом уже много преуспев в совершении всякого зла, он, як лев рыкающий, ходит окрест всякого, и ски кого поглотите, особенно тех, кто уже всерьез решил встать на путь к спасению. Значит, трудные ситуации, неизбежные в земной жизни, ибо жизнь — это крест, жизнь — это труд, жизнь — это преодоление этих самых трудных ситуаций. Сама по себе жизнь — это место изгнания. Не будем обольщаться, удивляясь то, что в ней по преимуществу всякие приключения, а вовсе не так, как нам казалось в юности, сплошные удовольствия, которые должны для нас быть уже вытянуты в одну сплошную линейку или цепочку, где одно удовольствие передает эстафету следующему. А оказывается, для многих совершенно неподготовленных к этому все наоборот. И радости юности остаются где-то вдалеке, а новая и кажущаяся оттуда из юности такая прекрасная жизнь представляет из себя цепочку печалей, потерь, трудностей, испытаний, к которым приготовиться, оказывается, вовсе не успел. Как же принимать в этих трудных обстоятельствах правильные решения? Конечно же, от Господа пути человеку исправляются, и пути Его восхочет взяло. Человеку надлежит захотеть исполнять во всех своих треволнениях жизненных волю Божью. Дело в том, что весь мир наш стоит не на трех китах, но на воле Божьей. Только она является причиной бытия всего нашего мира со всем его величием и микрокосмоса, и макрокосмоса. Но в основании всего лежит эта воля Божья. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе решения, надлежит поискать не свою волю, очень часто поврежденную, замутненную страстями, присущими нам, но волю Божью. Какова воля Божья в этом случае? Как поступить в отношении ближнего моего? Что хочет от меня увидеть Господь? Какое решение будет угодно Ему? Конечно, так мыслит тот, в ком пробуждена духовная жизнь, в ком понятие совести, страха Божьего, жажды Божьей живы. Таким образом, не может человек, опустившийся к жизни растительной, принимать правильные решения. Он может быть хитер и расчетлив, как Господь замечает в одной из притчей своих, что сыны века сего хитрее, изобретательней сынов света в своем роде суть. Но эта изобретательность очень часто ведет в тупики самих изобретателей. И они, будучи прохиндеями по жизни, оказываются удачливыми в некоторых мелких и несущественных вопросах, хотя иногда и связанных с немалыми материальными благами. Но в результате, приобретя, может быть, и весь мир, душе своей вредят и уже не могут никакой выкуп дать за душу свою, обреченную к вечной богооставленности в связи с тем, что гнались всегда не за исполнением воли Божьей, а за исполнением служения своим собственным страстям. Человеку, уже ищущему исполнение воли Божьей, свойственно, во-первых, стремиться к чистоте собственного сердца, что, возможно, исключительно при активном вовлечении в церковную жизнь. И таким образом человек возвышает модус собственного восприятия, действительности. Он смотрит гораздо точнее, правильней на окружающие его обстоятельства. Он о них складывает справедливое суждение, именно потому что научился судить о себе так, как того хочет Бог. То есть правдиво, в духе покаяния, смирения, сердечного сокрушения. Дальше для этого здравомыслящего и кающегося человека очень важно становится благословение или совет опытных. И вот, сознавая себя весьма ограниченным, он с тем большим доверием обращается к опытным и просит их совета. Немногие в наше время, принимая решение, менять ли страну, место пребывания своего с семьей, менять ли своих домочадцев, надоевших на кажущихся столь желанными, поступать ли в какое учебное заведение. Немногим из нас кажется необходимым обзавестись рекомендациям, советом, благословением священника, духовника, приходского священника. Ведь это бесконечно важно. Во избежание ошибки взять благословение на свои существенные шаги, тогда как от них может зависеть очень многое в твоей будущей жизни. Скажете, нет таких духоносных, но в церкви Дух Божий живет и почивает для служения церкви на священниках, потому и благословение рядового батюшки, не отличающегося семи пядями во лбу или в бороде, которые бы свидетельствовали об его особой мудрости, тем не менее сам Бог предупреждает нас от ошибок через слово священника и воодушевляет нас к усердному исполнению того дела, которое действительно для нас предназначено и Богом благословлено. Поэтому не будем пренебрегать при решении серьезных вопросов и советом, и благословением священников. Ну и, наконец, во многом надо доверять обстоятельствам, которые, хорошо исследовав, мы видим, клоняющимися либо к тому, либо к другому решению. Нельзя быть подслеповатым. Господь, являя нам какие-то очевидные указания, предполагает, что мы пользуемся его даром ума и взвешиваем складывающиеся предпосылки для того или другого решения. Как сам Господь говорит, решится ли военачальник с десятью тысячами идти против двадцати тысяч? Или строитель, который не видит достаточного стройматериала для возведения дома, будет ли браться за его строительство, не подвергнется ли он по смеянию? Всякие, конечно, бывают случаи. Мы с вами иногда начинаем строительство храмов, не имея точного решения о том, где возьмем стройматериалы для него, но надеясь на помощь Божью. Но здесь мы, несомненно, бываем и воодушевляемы, и просвещаемы как благословением священно-началия, так и самим понятием о угодном для Бога, угодном Богу, этим самым делом храмостроительства. Но, тем не менее, наши окружающие обстоятельства не должны нами быть пренебрегаемы в выборе правильного решения. Потому семь раз примерь, один раз отрежь и постарайся работать головой и учти все за и против, прежде чем примешь определенное решение и спросишь на него благословение священства, и когда твое собственное сердце будет различать добро от зла и свидетельствовать тебе, что действительно задуманное тобою и спрашиваемое действительно полезно для тебя и угодно Богу. Субтитры создавал DimaTorzok